Так, ну что, всем привет, сегодня я по фасту записываю видос, какие монеты на данном этапе лучше не закупать и какие монеты все еще можно закупить. Вот, ну первая монета, я разбираю те монеты, которые меня в комментах спрашивали, вот, и сегодня такой вот разборный видос ситуации на рынке, в целом по монетам, по-быстрому. Вот, стоит ли сейчас закупать йоту, опять же таки, видос я записываю за 5 число, получается за 5 сентября, да, вот, и на данном этапе в йоту я бы не лез бы в покупке, потому что она уже прилично отросла, ну, я думаю, для всех очевидно, поэтому не будем затягивать, с этих отметок дала уже 2 икса, отсюда там, по-моему, 2,5, да, сейчас глянем, ну да, 2,5 икса где-то. Вторая монета, естественно, я думаю, для всех это очевидно, это у нас Солана, ну, сейчас посмотрим, что у нас по ней будет. Очень полезный информативный канал по крипте это Криптоиндустрия. На данном канале освещаются наиболее важные экономические новости, на основе которых можно торговать крипту и неплохо зарабатывать. Также на канале Криптоиндустрия проводится розыгрыш в каждом ролике на 600 долларов в эфире. Три выигрышных места по 200 долларов на каждого. Настоятельно рекомендую поставить видео на паузу и подписаться прямо сейчас на канал. Ссылка на канал в описании под роликом. Будет ли 200 долларов, в принципе, я сомневаюсь, что с первой попытки мы пойдем туда через какую-то, может быть, откат и коррекцию, да, там, на те же, как минимум, 15%, то есть это где-то хотя бы 120 или 100 долларов в идеале сходить, скорректироваться, может быть, здесь какая-то консолидация будет, и потом выход наверх. Вот, следующая монета, в которую я бы не лез бы, это Луна на данном этапе, то есть, ну, опять же таки, если вы накапливаете в долгосрок, ваше право, но, опять же таки, я в идеале дождался бы какой-то коррекции, либо отката куда больше, чем он сейчас произошел, но сколько тут, всего лишь там 10%, поэтому в идеале хотя бы 20-30, а то и больше. Вот, дальше, что у нас, AXS, то же самое, я бы на данном этапе вообще в данную монету не лез, потому что смысла никакого нету, что там еще, CVC монета, вот, сегодня ночью она там в 2 ночи пропампилась, поэтому тоже рекомендацию давал, зафиксировались мы, правда, по, ну, если кто закупал, опять же таки, по моей рекомендации монету, по 65 копеек, да, это немного, половину движения не забрали, но, в целом, так как памп был ночью, я уже в это время спал, он был в 2 ночи, а я лег где-то в пол первого, поэтому, в любом случае, я бы его не застал бы. Вот, следующая монета, я бы не лез бы на данном этапе в матика, если, опять же таки, вы хотите его в долгосрок закупить, тогда можно в целом, но, опять же таки, я все-таки подождал бы какой-то коррекции, и, если вы хотите, конечно, сейчас ваше право, но в плане заработка и спекуляции, я бы не лез бы, потому что он почти в хаях. Так, дальше, что там у меня еще спрашивали, могу порекомендовать, какую монету стоит сейчас закупить, я уже снимал отдельный видос, это монета Чилис, если кто вдруг не закупился, то есть, монета сама по себе перспективная, как минимум, 2 тейкса по ней можно будет взять, плюс здесь у нас было накопление 3 месяца, поэтому, в целом, монета интересная, тоже спрашивали по монете Сейчак, стоит ли ее сейчас закупать, тоже, в целом, это, она считает, что в одной упряжке практически с монетой Чилис, но, учитывайте, что она уже здесь отросла, и, на самом деле, ну, уже немного поздновато в нее заходить, но, если кто готов подождать там, пока она выйдет с этого канала, здесь, конечно, неплохое поджатие, все дела, но, учитывайте, что она уже прилично отросла на 2.25х, и, как бы, сейчас, ну, я не знаю, я в нее заходить не буду уже, вот, поэтому, по ENJ тоже монетка, тоже у меня спрашивали, стоит ли сейчас закупаться, то есть, учитывайте, что она отросла здесь на 2х, но, в целом, посмотрим здесь, сколько здесь, ну, порядка 80-90%, я вот советовал, никто не заходит почему-то в Тетто Тфюэлл, то есть, Тетто уже начинает стартовать, ну, в принципе, о чем я и говорил, что мы здесь повыносим по стопам, опять же-таки, можно ли сейчас с нее заходить, я считаю, что можно, но, опять же-таки, этот видос выйдет намного позже, но, если вы хотите получать свои временные рекомендации, либо, соответственно, заходите, когда я их даю, либо, соответственно, следуйте рекомендациям, которые есть в закрытом клубе, ну, кто в нем состоит, естественно, вот, поэтому, то есть, монеты уже начинают стартовать, ну, о чем я и говорил, то есть, ну, естественно, сейчас у меня посыпятся вопросы, а стоит ли закупаться, то есть, тоже за Рейкс я снимал отдельный видос, я рекомендовал, что, ребят, закупайтесь, и дела, монеты стартуют, никто не заходит, понимаете, поэтому, а потом, когда она пойдет, или там, по Ифу у меня тоже начали, вот, ты видел, там, по Ифу пошло движение, вот здесь вот, Вот здесь было движение 30%, да, это может быть не шибко много, но все равно я говорил, ребят, вот здесь стоим накопление, отката никакого, докупайтесь, вот здесь, говорил, докупайтесь, вот здесь, говорил, докупайтесь, накапливайте монеты, потом ждем выстрел за 5-6 центов и улетаем наверх, вы думаете, кто-то закупался, да нет, конечно, вот, то же самое, я там снимал видос по монете VRX, вы думаете, кто-то закупается, потом, когда она стартанет, когда она вот так вот сделает там 2-2,5X, или перехай вообще сделает, сходит там на 3-4X, тогда посыпятся вопросы, а стоит ли ее закупать, либо нет, ну, то есть большинство людей не хотят закупаться, в том плане, что они ее ждут до последнего, я понимаю, я увидел комменты, что и по Элис тоже у меня спрашивали, то есть я по Элис еще рекомендацию здесь давал, и вот здесь давал, но потом, когда она только отросла, у меня начали спрашивать, а стоит ли ее сейчас закупать или нет, поэтому, ну, люди не меняются, ситуация, я, в принципе, ничему уже не удивляюсь, по FTM тоже у меня спрашивали, если кто вдруг не зафиксировался, настоятельно рекомендую это сделать, потому что монета, во-первых, тут падают объемы уже, во-вторых, мы растем 3-2, подряд, и плюс такие мощные выстрелы, плюс дали тут порядка 4X, если вы закупали ее здесь, я данную монету закупал здесь, зафиксировался, я не си шибко много, забрал 30%, но, опять же таки, я в целом предугадал, что здесь будет откат, коррекция, но я не ожидал, что она так сильно пампанется на хайпе, вот, потому что этот памп, это был, по большому счету, на хайпе, да, я понимаю, что здесь тоже, может, вынесли часть стопов, и так далее, тут дальше пустота, мы сделали перехай, но, по большому счету, это был хайп на данной монете, потому что активно мне за нее писали, очевидно, либо там какие-то новости были, либо еще что-то, поэтому можете написать в комментах, чтобы о ней произошло, что она так пампанулась, либо просто крупный капитал решил ее взвинтить наверх, поэтому, ну, такие дела, вот, и такие вот мысли по рынку, в целом, монеты я, в принципе, уже советовал неоднократно, если кто не помнит, можете посмотреть, тоже монета EPS, тоже мне писали, что вот, зачем ее закупать, она же стоит на месте, и, типа, ты херню советуешь, ну, хорошо, херню советую, что не сможет она там подрасти, ну, не сможет, хорошо, не закупайтесь, без проблем, тоже я Dodo монету советовал, вы думаете, кто-то закупался, да нет, конечно, кто-то закупался здесь, я даже здесь закупался, здесь, но я знаю, что она сделает перехай, выйдет за 5,5 долларов, крупном понес, вот, то же самое советовал там монету лид, монету S4P, вы думаете, кто-то закупается, да никто не закупается, единицы, единицы закупаются, и вот, те умные люди, которые, меня слушают и те, которые понимают, о чем я говорю, то есть пока монета стоит, пока она тихонечко там крупный капитал набирает, набирает позицию, вот здесь он потихонечку он здесь набрал, здесь добрал, здесь добрал, то есть постепенно усредняет, усредняет позицию и потом делает памп, перехай по данной монете, как это было по трастволе туда, то есть я говорил, ребят, вот здесь вот еще, там вот здесь еще, я помню, я видос в июне снимал, где тут июнь, вот, вот здесь в июне, там в мае я снимал видос и говорил, ребят, закупайтесь, вот здесь я помню, даже в марте месяца в апреле снимал в итоге там да он дал не шибко много там 2x а вот тут по тростуле то здесь можно было если закупались здесь но даже если здесь там порядка почти то икса здесь можно было порядка 5x взять если вообще снизу в то сервере ребят закупайтесь накопление закупайтесь накопление вы думаете кто-то закупился я говорил выйдем за вот эти отметки зайдем в этот канал за 50 центов потом 70 потом 90 и потом улетаем и потом у меня начались по что ты видел там помпать и вити надо было все-таки закупиться ну то есть понимаете поэтому не ну кто там случайно да как у меня допустим был случай посеешь z я уже рассказывал неоднократно что вот здесь было накопление я хотел закупиться а потом я глянул у меня оказывается но я думал что я закупился а потом я глянул что мне оказывается не было этих монет я забыл то есть я по всем монетам закупился по чили за забыл вот поэтому ну закупайтесь если видите какой-то перспектив просто там было несколько перспективных монеток я распределил депозит а потом думал я чили закупил и не закупился и в итоге где-то потерял Ну, как минимум 5-10x В пике там практически 40-45x Можно было забрать Я, конечно, пожалел, даже если бы я 100 долларов Кинул, можно было 4 штуки почти забрать Ну, или как минимум там 3-2-3, да Вот, но в целом, поэтому такие дела Поэтому, такие мои мысли по рынку Если кто в друг не закупился Кстати, по чилизу, ну, опять же таки, рекомендую Если кто не закупался, еще вот, настоятельно рекомендую это сделать сейчас Вот, поэтому, в целом, такие дела По кьютому у меня, по-моему, еще спрашивали Стоит ли сейчас закупаться Я бы закупался по кьютому в долгий срок в плане спекуляции ну максимум что вы тут словите в пике в пике два с половиной икса ну здесь на может быть 2x вот я закупал бы его в долгосрока то же самое как и запишет кэш мой фаворит поэтому если кто не закупился стоит копейки поэтому на данном этапе по сравнению с тем что он там стоил я помню при листинге восемнадцатом семнадцатом году я смотрел 2000 долларов нам 2 то и может быть ну по крайней мере доллар 800 900 он точно был поэтому закупайтесь пока он часто стоит такое копье вот поэтому такие мысли такие дела информативный и полезный канал где освещаются наиболее важные экономические новости что влияют на цену кайты это криптоиндустрия ссылка на канал в описании под роликом